Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Вежливый приём и комфортные ожидания. Регистратора городской поликлиники сменила не только форму, но и содержание. Новый водовод в сельские территории. Глава курорта обсудил со специалистами детали масштабной реконструкции анапских водных сетей. Ради женщины в вагоне в воду самые здоровые и смелые анапчане устроили весенний заплыв в честь Миконародного женского дня. Новая водная артерия – это весной проляжет через посёлок Витязева. Реконструкция основного водовода, питающего посёлок, намеченная в рамках федеральной программы, начнётся с масштабного разрытия основных улиц курортного посёлка. Поэтому глава города встретился с подрядчиком и специалистами водоканала, чтобы обсудить все детали хлопотного, но крайне необходимого проекта, как для Витязева, так и для города-курорта. Крепкое рукопожатие главы города – залог поддержки подрядчика в начале большого и важного проекта. Но, учитывая масштабы будущих работ, в которых не обойтись без перекрытия основных транспортных потоков, идущих в Витязева, и временную переадресацию их по другим улицам, Сергей Сергеев настаивает на чётком графике работ и его неукоснительном соблюдении. Значит, от вас мне гарантийное письмо. От вас, что? То есть график производства работ. У меня есть люди, которые будут следить за исполнением графика. Это раз. Меня не волнует согласование с ГИБДД, с ним. Работаем день и ночь, потому что у нас не за горами курортный сезон. И выходим с курортной зоны, чтобы мы про это забыли. Так, водовод нам нужен вот так, но нам нужно и принимать отдыхающих, в конце концов. Во время прокладки трубопровода будет полностью перекрываться улица Светлая. Дальше строители поднимаются до улицы Горького и повернут на Красноармейскую. Это самый напряжённый в курортный период участок. А всего до федеральной трассы необходимо будет проложить 6 километров трубопровода. Глава города побывал и в жилом секторе, где проляжет новый водовод, практически пару сул старого, который то и дело приходится латать. Жители посёлка готовы потерпеть разрытие, ведь проект позволит серьёзно увеличить пропускную способность водных артерий. А сейчас, если мы сделаем, у нас от двух источников будет город питаться. Мы в Витязево закроем? Мы в Витязево закроем, подправим на город на Пионерский, поддавим оттуда по новому водоводу 1200, где работы сейчас идут. То есть мы решаем две проблемы – Витязево раз, город два, да? И в случае аварии на любом из них мы можем свободно питать, да? Новый водовод увеличит подачу воды и на Пионерский проспект, когда летом там многократно возрастает её потребление. Этот федеральный проект и призван снять напряжение по потребностям в питьевой воде именно в курортной зоне, у санаториев и пансионатов. Городская поликлиника заработала в обычном режиме. На этой неделе завершилась модернизация регистратуры. В числе первых посетителей в обновлённом медучреждении побывал и глава города Сергей Сергеев. Чисто, красиво и удобно. Но самое главное – нет очередей возле окон регистратуры. Этого удалось достичь благодаря внедрению электронной очереди. Каждому посетителю выдается талон с номером. Далее на мягком диване он ожидает, когда его вызовут. Таким образом, после большой реконструкции изменилась не только форма, но и содержание. Время ожидания сократилось в разы благодаря оптимизации работы специалистов. Теперь медрегистраторы не отвечают на телефонные звонки. Для этого есть специальный колл-центр. Не отвлекаются они и на другие задачи. Медрегистратор, который непосредственно записывает к врачу, она уже не встаёт и не идёт искать карточку. Карточку ищет отдельный человек. Это тоже своего рода большое удобство и наше достижение. Создана новая система доноса карточек в кабинеты. Теперь не сам пациент несёт карточки, а выделен отдельный сотрудник, который доносит карточки в каждый кабинет, каждому врачу. Оценил работу новой регистратуры и глава города Сергей Сергеев. Он отметил, анапские медики справились с задачей на пятёрку. Самое главное – и дальше прислушиваться к пожеланиям людей. Именно по просьбе жителей открыт второй процедурный кабинет и больше не нужно подниматься на третий этаж. Все анализы теперь принимаются на первом. Выделены специальные два окна регистратуры для обслуживания маломобильных граждан. А в холле пациента встречает специалист, готовый оказать любую консультационную помощь. Анапчане высоко оценивают новшества. Многие отмечают, медицина в Анапе становится всё ближе и доступней. Не ждать, не толкаться здесь. Вчера номер вызвали, пошёл, отдал, всё тебе приняли, служили культурно. Мне нравится. Сидим, отдыхаем и ждём. А то в очереди сколько стояли. Спасибо, хорошо очень. Лучше спокойно, отдыхаем, сидим, создали условия. И быстро достаточно. Я давно не была, и меня очень даже удивило и восхитило всё это. И вот что девочка стоит, всё можно спросить, узнать, проконсультироваться. Очень хорошо. На этом модернизация лечебного учреждения не заканчивается. Сейчас идёт ремонт до врачебного смотрового кабинета. Обновятся и кабинеты офтальмолога, и лор-врача. Кроме того, косметический ремонт коснётся всего первого этажа. Анапчанам с ограниченными возможностями здоровья больше не придётся ездить в Краснодар для прохождения медико-технической комиссии. Теперь краевые специалисты раз в квартал будут вести приём в Анапе. Этого удалось достичь благодаря совместным усилиям Совета по делам инвалидов и администрации города. Проблемный вопрос на одном из заседаний, которое проходило под председательством заместителя главы Анапы Людмилы Марашовой, обозначила член Совета Марина Буковец. Управление здравоохранения обратилось с ходатайством в краевое министерство, и вопрос был решён в пользу жителей города-курорта. Администрация в лице управления здравоохранения обратилась на протезное предприятие города Краснодара. Мы согласовали график приезда специалиста один раз в квартал. Поликлиника предоставляет бесплатное помещение. После проведённого ремонта у нас улучшилась доступность поликлиники для маломобильных граждан. Выделено на безвозмездной основе помещение для того, чтобы врач мог приехать и принимать этих пациентов. Медико-техническая комиссия будет заниматься вопросами индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Для этого выделен 116-й кабинет поликлиники. Он полностью оборудован для нужд маломобильных граждан. Это вообще результат, я считаю, усилий очень многих людей и очень многих организаций. Наша администрация, Горздрав, группа «Социальная справедливость» Народного фронта. У нас Светлана Викторовна Бессараб, наш руководитель, депутат Госдумы, она помогала. Я хочу сказать, что это бесплатно, понимаете, потому что платно выезжать, пожалуйста, и приехать они могли бы. Но у нас к нам будут приезжать бесплатно. Это тоже очень важно. То есть для нас это, конечно, большой шаг, то, что вот мы этого добились. В первом полугодии приемы пройдут 26 апреля и 21 июня. Списки на участие в комиссии формируются по направлению лечащего врача в 201 кабинете, а также у председателя регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег» Марина Буковец. Социальные работники поздравили женщин-ветеранов войны с 8 марта. Полезные в эту вещь, а также небольшой сувенир они приобрели по собственной инициативе и наличные средства. Как говорят они сами, такие визиты – это их приятная миссия. Адресаты же всегда рады гостям. Среди них есть те, кто перешагнул 100-летний рубеж. Здравствуйте. Мария Васильевна перед войной жила уже в советской Прибалтике. О том, что началась война, ей рассказала телеграфистка. Она также хотела заниматься гражданской связью, но выпала поработать в связи военной. Военком говорит, родину любите? Любим. Три девушки. А мы хотели учиться за телефонисты. А он говорит, а защищать будете? Будем. Завтра ложка, кружка, пару белья и вперед. Тогда вопросов ни у кого возникнуть просто не могло. Многие девушки сами рвались в армию. Работа на коммутаторе – это ответственность. Офицер-артиллерист отдавал приказы словами. Их передавали специальным кодом. Цена ошибки могла быть очень высокой. После войны Мария Васильевна 45 лет работала в кондитерском цехе. Мунктуальность помогала выполнять заказы качественно и в срок. Подарки нехитрые. Кружка, полотенце, плитка шоколада, календарь. Социальные работники собирали их сами и по собственной инициативе. Также они ходили в гости к ветеранам-мужчинам в канун 23 февраля. Мы поздравляли участников Великой Отечественной войны мужчин с 23 февраля. Татьяна Николаевна, вот наш специалист, которая ответственная за работу в этом направлении, поздравляла их на дому. Столько теплых слов, столько благодарности, столько позитива, столько положительных отзывов, что поздравлял бы их каждый день. И мы с большим энтузиазмом, естественно, для себя поставили задачу поздравить женщин, участников войны. Вере Яковлевне в этом году исполняется 102 года. Всю войну она была поваром в 59-й гвардейской дивизии 2-го Украинского фронта. Иногда ей приходилось готовить в буквальном смысле из ничего. А босс отстал или не смог пробиться. Пришлось идти через лес, чтобы занять у соседей немного крупы и масла. Из одного котла ели и солдаты, и офицеры. Ни каша, ни суп, такой кулеш. Ну и котелок налью, понесли. Идет этот самый, который отнес им котелку. Я говорю, что за мной? Да, и котелок, говорит, облезали. Многие фронтовики говорят, что война – это тоже жизнь просто. Более опасная. Также в 59-й Вера Яковлевна познакомилась со своим будущим мужем. Сегодня он в бессмертном полку анапчан. Всего социальные работники намерены побывать в гостях у 25 женщин-фронтовиков. К всеобщим поздравлениям прекрасная половина населения Анапы присоединились и сотрудники анапской роты ДПС. Они по-своему поздравили женщин прямо на своих рабочих местах. Все выглядело как стандартная процедура проверки документов. Только в этот раз права возвращали с поздравлениями. Водительские документы были нужны для того, чтобы вписать имя в открытку. Этим занимался сотрудник в машине, где обычно проводят проверку документов. Затем следовала неожиданная, неофициальная часть с цветами и поздравлениями. Первый весенний праздник не начало лета, но он выдался необычайно теплым. Любители зимнего плавания это оценили. Несколько десятков смелых анапчан пришли на пляж поселка Суко, чтобы устроить массовый весенний заплыв. Кроме бодрящих водных процедур, так называемых моржей ожидала баня с морской водой. Такую комбинацию они называют не иначе как целебной. Сегодня такой прекрасный день, весенний. Посмотрите, какой ветер. Юрий Коротков – один из лидеров анапского движения моржей. Любители зимнего плавания. По его словам, зимой море лечит не хуже, чем летом. Вода холодная, но не ледяная. Она бодрит организм, особенно в комбинации с особой русской баней, когда на горячие камни льют морскую воду. Горячая, холодная температура, она выздоравливает. Я вспомнилась от травматизма, я ходить не могла. Александре Ивановне 85 лет. 35 из них она занимается зимним купанием в морской воде. Вода холодная сегодня, но приятно. Я привыкла, поэтому мне вот иногда вода согревает лучше, чем воздух. Тех, кто окунулся впервые, приветствовали специальным сертификатом. Домохозяйка и мать троих детей, Ирина Смирнова, говорит, что теперь будет всем рекомендовать такой активный отдых. Тело горит. Оно просто вот дышит. Просто когда вот дышит это тело, замечательно. Зимой температура воды в Анапе колеблется от 5 до 12 градусов Цельсия выше нуля. Любители зимнего купания называют такую температуру идеальной для моржевания, не говоря уже о целебных свойствах морской воды. Кроме того, один из безусловных плюсов – весь пляж твой, а через считанные недели уже можно будет загорать. Парк живой природы ДОДО предлагает анапчанам и гостям курорта вместе отметить Международный день птиц. Он состоится 1 апреля. Но посетить уголок живой природы можно в любое время. О том, какие представители фауны там обитают, покажем в сюжете. Парк живой природы ДОДО – яркая жемчужина Черноморского побережья, открывающая дверь в волшебный мир фауны. С приходом теплой погоды, кажется, каждый обитатель зарядился весенним настроением. В это время у многих пернатых начинается период гнездования. Семья африканских страусов – не исключение. А эта семейная пара – северные нанду. Получилась здесь прописку совсем недавно. Кроме того, в парке обитают верблюды, кенгуру, лемуры, говорящие попугаи, сурикаты, обезьяны и многие другие. Вот они. Стоит только протянуть руку. Для маленьких посетителей в зоопарке – раздолье. Детские площадки никогда не пустуют. У всех желающих есть возможность получить уроки верховой езды. Здесь такое раздолье. Здесь очень много животных, за которыми можно наблюдать часами. Они все настолько красивые, замечательные и очень интересные. В парке живой природы ДОДО часто проходят праздники для всей семьи. Например, Всемирный день защиты животных. В этом году зоопарк также будет отмечать десятилетие со дня основания. И совсем скоро состоится еще одно интересное мероприятие. Приглашаем всех в парк живой природы ДОДО на Всемирный день птиц, который состоится 1 апреля в 12 часов. Добро пожаловать! В этот день посетителей зоопарка ждет лотерея, шоу-программа с конкурсами и призами. Кроме того, все желающие могут привезти кормушку для птиц и также получить подарок. Урок доброты и любви к ближнему – так можно назвать посещение этого волшебного уголка природы. Зоопарк ДОДО работает круглый год ежедневно с 9 утра и до захода солнца по адресу. Станица Натухаевская, улица Курганная, 103. По сообщению Кубаниэнерго, в связи с проведением плановых ремонтных работ 10 марта с 13 до 17 часов планируется частичное отключение электроэнергии в Анапе и Станице Анапское. Дополнительную информацию можно получить по телефону, который вы видите на экране. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Субтитры создавал DimaTorzok